Ура! Несмотря на то, что у нас сегодня внеплановый с вами урок, внеплановая встреча, потому что она посвящена празднику, который будет завтра. И я бы хотела с вами к нему морально, душевно и мыслями подготовиться, поэтому я очень рада, что вы, несмотря на мне на наше время, собираетесь, и мы вместе с вами будем получать урок. О, вижу, что только сейчас пришло обновление, что новая игра прямой эфир. Спокойно можно начинать. Рада вас всех видеть. Шалом-шалом. Всем, с кем мы знакомы, очень рада. Всем, с кем не знакомы. Меня зовут Адина. И сегодня мы с вами будем говорить про наступающий уже вечером праздник Лагбаомера. Те, у кого есть планы, и он знает, как и где это все соблюдать. Круто. Те, кто нет и будет на работе или по каким-то причинам не сможет пойти на мероприятия, связанные с этим праздником, я бы хотела вас подготовить именно информационно, что мы все-таки празднуем, и как этот день можно отметить, даже не выходя на улицу, не видя зажженные костры и не участвуя в каких-то больших мероприятиях. Спасибо большое. Мне тоже всегда очень круто. Наташа, привет. Привет. Всех рада видеть. Итак, мы сегодня с вами будем говорить про наступающий праздник Лагбаомера. Что бы вы о нем уже не учили, что бы вы о нем уже не знали, и мне кажется, что то, что мы с вами будем изучать сейчас, это ни в какой мере не история и не какие-то вещи, которые были и предшествовали этому дню, а именно, что мы с сегодняшнего дня можем взять и изменить благодаря этому дню, чему он нас хочет научить и какие инструменты для того, чтобы сделать нашу жизнь светлее, проще и радостнее. В принципе, это и есть вся Тора, для чего она нам дана, только чтобы научить нас правильно жить. Итак, не дай бог, конечно, начало нашего урока, оно будет немножко грустное, но общая тема это оптимизм. Как стать оптимистом, как надеть розовые очки, как видеть красоту во всех вещах и как не падать, когда случаются какие-то неприятности или когда вот мы живем уже в реальности, когда полтора года у нас корона, и многие потеряли работу, и у многих болели близкие, не дай бог, кто-то, у кого-то умирали близкие, как не остаться в этом времени, как не засосаться в эту рутину неприятных событий, а видеть всегда свет в конце туннеля. Мы всегда знаем, что, к сожалению, любая рана, любая ошибка, любое горе, любое испытание, оно оставляет на человеке след. Если это физическая боль, то остается синяк или шрам, если это какая-то духовная, нематериальная боль, то всегда у нас остается страх опять кого-то потерять, страх ошибиться в человеке, страх выходить замуж, страх рожать, страх начинать новый бизнес. Любая потеря или испытание, оно ведет к какому-то знаку, который остается и дальше влияет на нас. Как он влияет? Мы не можем подняться после него, или он открывает в нас новые силы и потенциал, зависит только от нас. И, в принципе, об этом мы сегодня с вами будем говорить. Почему сейчас? Потому что вся история Лагбаумера связана с героем всех героев, с праведников из всех праведников, с особеннейшим человеком, который на своей шкуре прошел такие испытания, которые, не дай бог, вообще кому-то в жизни пройти. Мы сегодня с вами будем говорить про, спасибо большое, про Раби Акиву, как человека, который, во-первых, не постеснялся встать на ноги, он не постеснялся спрашивать, он не постеснялся учиться новым вещам. Как часто мы, видя, что этот мир очень быстрыми темпами развивается, и уже наши маленькие дети знают больше, чем мы, они понимают в гаджетах, они понимают какие-то новые телеграммы, клабхаусы, уже даже молодежь не успевает за этими всеми новшествами, трендами, тиктоками и всем остальным, как распространяется информация, мы можем с вами встретить человека, который в 30-40 лет уже может сказать, да ладно, мне поздно начинать, посмотри, в каком я возрасте, строить семью в этом возрасте, воспитывать детей в этом возрасте, начинать бизнес, ехать в Израиль, учить язык, начинать что-то новое, этот возраст, он все падает и падает и падает и падает, и мы уже с молодого какого-то возраста не чувствуем в себе силы что-то начинать, не хватает энергии, мотивации, желания, непонятно чего. Раби Акива, кроме того, что он не постеснялся и в 40 лет пошел получать высшее образование, он пошел в 40 лет сидеть вместе с детьми первого класса за партой и учить Алифбет, учить арифметику и самые первые какие-то знания в 40 лет, вы представляете, у кого из нас вообще в 40 лет будет желание и вот эта вот внутренняя энергия сказать, у меня вся жизнь впереди, я сейчас начну к 60, я буду просто гением всего, что я сейчас изучу. Раби Акива создал целую империю, он реально использовал свой потенциал, он выучился, он стал большим раввином и кроме того, что он свой потенциал реализовал, он нашел еще очень много учеников, говорят, что у него было 12 тысяч пар учеников, это значит 24 тысячи учеников, которые он поставил, он обучал, он знал каждого, он влиял на них, он влиял на их семьи, это была империя хасидская, когда в один месяц, в течение 33 дней вся эта империя рушится. Каждый день у Раби Акива умирают ученики. Каждый день, если мы поделим 24 тысячи на 33 дня, в которые они умирали, то получится, что у него было 700 похорон близких людей в день. Мы сейчас проходим с вами корону. Израиль уже в какой-то мере, можно сказать, на уровне, что мы победили, есть многие страны, в которых новая волка. Мы следим за новостями того, что происходит, Индия сейчас дает нам очень плохие новости, но в Израиле, слава богу, мы не дошли даже до 5% того, что было у Раби Акива. Представьте себе, 700 похорон в день прошел этот человек. Не дай бог, но если мы хотя бы на одно мгновение представим себя на месте Раби Акива, мы не поймем всей той боли. Но первые мысли, которые у нас возникнут, наверное, Всевышнему не нужен мой замысел, Всевышнему это не нравится, Всевышний не любит то, что я делаю, ему не нравится, как я обучаю, ему не нравятся ученики, я не знаю, что ему не нравится. Но это первая мысль, которая у нас возникает, когда все, что мы строили, чего добивались, падает в одно мгновение. Это только желание остановиться, обдумать, что я делал не так. В Раби Акива же все по-другому. В Лагба Омер, который наступает сегодня вечером, это день, когда его ученики перестали умирать. Это был очень долгожданный день. Совсем недавно, буквально неделю назад, в израильских новостях объявилась новость, которую постили и репостили, что первый раз за 10 месяцев не было ни одного умершего от коронавируса в Израиле. Это была замечательная новость. Но скажите, кто-то после этой новости устроил какой-то праздник, день победы над короной, нету смертей, что мы победили, не делают праздник из этого. Потому что, несмотря на то, что у нас 70% страны с вакциной, у нас еще рана живая, мы еще не остыли кости людей, которые умерли, мы еще знаем семьи, где люди болеют, мы знаем вдов, мы знаем сирот, мы знаем, сколько несчастья принесла эта эпидемия. Мы не можем от одной хорошей новости, даже если я вам скажу, все, с сегодняшнего дня короны нету, как и не бывало. Никто из нас не устроит по этому поводу праздник, побежит делать шашлыки. Потому что мы не роботы, потому что рана осталась, потому что нам надо пережить наши эмоции. Не может быть искренним человек, который от слез до смеха у него проходит секунда, от радости до горя у него проходят мгновения. Это не свойственно человеку. Раби Алькива показывает нам совершенно другой пример. Влад Баомара, как только он узнал, что его ученики перестали умирать, он меняет свои порванные одежды, и одевает новые, говорит, так, все понятно, где здесь остались еще хасидские парни, я хочу новых учеников. Его посылают на юг, он идет туда и набирает в тот же день пять новых учеников, которые становятся столпами еврейской традиции, которые написали книги, которыми мы пользуемся до сих, до наших дней, Раби Шимон Бар Юхай, который умер в этот день, и мы тоже знаем, что из-за того, что он стал в этот день учеником Раби Акива, это, можно сказать, и его духовный день рождения, который написал Кабалу, книгу Зоэр. Это все произошло от этих пяти учеников, которые Раби Акива собрал в тот же день, когда ученики перестали умирать. И мы спрашиваем себя. И от этой истории нам надо учиться. Мы должны быть роботами, мы должны отметать любые негативные эмоции, не пропускать их внутрь и становиться нечувствуемыми существами. Что мы можем взять от Раби Акива? Ведь если я вам скажу, будьте как он, кто-то из вас сможет, не дай бог, я не знаю, развестись и на следующий день пойти искать нового мужа, потерять работу, бизнес, который вы строили многие годы, и на следующий день сказать, так, я делаю заказ и открываю новый бизнес. Невозможно, потому что мы не роботы, и Всевышний от нас этого не требует. Тогда какой же урок хочет нам дать, нам преподать Раби Акива своим поведением? Слава богу, у нас есть возможность не только учиться на примере других, своих ошибок, но и на примере других людей. Я вам сейчас хочу рассказать две истории, которые произошли на самом деле. Я тоже нашла их после изучения в гугле, и я связалась с людьми, и знаю, что это произошло на самом деле, потому что, слава богу, еврейской традиции не надо выдумывать сказки. У нас чудеса случаются в повседневной жизни. Я рассказываю эти две истории, только чтобы мы посмотрели на них, примерили их на себя и поняли, что есть другая возможность смотреть на неприятности, на боль, на страдания, на потери, что есть люди, которые воспринимают это по-другому, и, может быть, мы сможем это как одеждой примерить на себя и в следующий раз попробовать. Не дай бог вообще, чтобы мы до такого дошли, но, в общем, я начинаю. Первый случай, он более позитивный. Была в Иерусалиме около 40 лет назад одна бедная семья. Многодетная была, семь детей, и вот мама перед одним из шабатов, они жили в Иерусалиме в очень бедном районе, взяла своего солдата, сына, и они пошли вместе на рынок Махане и Уда, если вы знаете такое, делать покупки. Они заходят в магазин, мама считает свои гроши и говорит продавцу, можно мне, пожалуйста, две баночки томатной пасты? Он к ней даже никак не относится, не обращает на неё внимания. Пожалуйста, можно мне две баночки? И когда она повторяет третий раз, он срывается на неё, поднимает голос и говорит, ты что, не видишь? У меня здесь оптовые продажи, я розницей не занимаюсь, ты со своими баночками отпугиваешь здесь мне всех покупателей. И она вышла оттуда. Вы понимаете, в каких чувствах. Её сын, он не понимал, что делать. Бить морду, ну, это не наш подход. Вот, жалеть маму тоже не поможет. Он понимал, что только из-за того, что она плохо одета, у них нет денег или они не могут совершить оптовую покупку, на них так разозлился и при всех нагрубил человек. И он мог расстроиться, он мог взорваться, он мог обидеться, он мог пойти протестом, всё что угодно он мог сделать. Но ему в тот момент пришла другая мысль. Та, которая обычно нам в голову, мне кажется, не приходит. Он говорит, значит, на этом рынке есть только один магазин, в котором есть только оптовые продажи. Что же делать тем многочисленным людям, которые хотят купить в розницу, семьям с малым количеством людей или с малым доходом? Для них нет розничного магазина. И он после шабата идёт в банк, берёт ссуду и на улице Шекма открывает первый свой магазин, маленькую комнатку, 40 метров, в которой он начинает продавать дешёвые розничные товары. На сегодняшний день это одна из самых больших сетей магазинов продовольственных, которые делают оборот в 1 миллиард шекелей в год. И эта сеть называется Рами Леви. Если вы слышали, если вы были в Израиле или сейчас живёте, так началась сеть Рами Леви, когда человек на любое поражение, на любую боль смотрит через призму, что Всевышний от меня хочет. Не создал он меня для того, чтобы унижать, наказывать. Не выбил он еврейский народ для того, чтобы в пустыне нас убить. Не довёл Всевышний нас через все войны, чтобы мы сейчас где-то я не знаю, что-то с нами произошло. Есть что-то, к чему это должно привести. И это привело. Вторая история. Если кто-то из вас знает, семья Вольф в Украине, это братья, которые раввин Вольф в Одессе, раб Вольф в Симферополе, в Херсоне. И это очень большая семья посланников и раби. И был один посланник, Бенни Вольф, который родом из города Крятмалахи, где я сейчас нахожусь. И они после свадьбы в 2000 году со своей женой решили, что они хотят посвятить свою жизнь посланничеству. в отдалённых уголках земли. Они сначала поехали в Одессу, открыли там лагеря Ганнес-Ройль, а потом им предложили место в Германии, в городе Ганноверн. И они поехали туда с женой. У них родилось 8 детей. И в прошлом году, когда только началась корона, когда ещё никто ничего не знал, как себя вести, не было перелётов между странами, и государства закрывались, и непонятно было, как себя вести. У него поднимается температура, у него начинается кашель. Это было в сентябре, когда скоро уже открытие школы, Роша-Шана, все вот эти... Вот такой период очень сложный для человека, который занимается общественной работой. И они обращаются в поликлинику, и там говорят, это корона. И его помещают в место, где он не может видеться с женой, в какой-то момент, через 3 недели, после того, как они не виделись, он посылает ей селфи своё в маске кислородной. И через 10 минут он ей звонит и говорит, послушай, у меня здесь неутешительные новости, меня должны перевести в состояние комы, мой организм не выдерживает. и это последнее, что она слышала. У неё было селфи с кислородной маской и звонок, с которого она ничего не поняла. Начинался шаббат, она не понимала, что делать, она пошла пешком в эту лечебницу, она видела его состояние, она пела ему песни, думала, что её голос вернёт ему силы и энергию, и она не понимала, что происходит, потому что 8 детей от 4 до 19 лет находились у неё дома, была община большая, открытие школы, ремонты, миква, и всё это перед тем, что она не понимает, что происходит с её мужем. Потом врачи сказали, что это была не корона, а какой-то другой очень страшный вирус, который малоизвестен, поэтому её пустили туда, в палату. Но она не понимала, что происходит. И уже начали подходить к ней врачи, говорить и слова соболезнования, начали приходить и родственники, они попросили её, чтобы она позвонила всем, кто хочет попрощаться, и она понимала, что, наверное, это последние минуты, но мы знаем, что есть у нас 5 уровней принятия испытания. Первое – это когда мы отрицаем, не может такого быть. Ну, это первая психологическая такая вот вещь, я думаю, всем знакома, и не дай бог с ней столкнуться. Первое – это отрицание, второе – это гнев, почему именно с ним, почему хорошие люди, почему это могло произойти. Третье – это торг, это поиск какого-то компромисса. Всевышний, я тебе сейчас пообещаю, что я буду соблюдать шаббат и только убери от меня эту напасть. Я буду на нелюбимой работе, но только я не пойду в новое какое-то русло, потому что я этого боюсь. Четвёртое – это отчаяние, что уже ничего нельзя изменить. И последнее – это принятие. И после того, как мы приняли какую-то ситуацию, у нас остаётся только выбор. Сколько с этим принятием жить? Как позволите ему влиять на нашу жизнь? Когда мы поняли, что, не дай Бог, не стало человека, что что-то, что мы строили, разрушилось, не получилось, исчезло. Мы живём с этим следом и шрамом всю жизнь, или мы его перевоплощаем во что-то, что становится из осколков произведением искусства. Когда не стало Равби-Пьямина, Бенни, его все звали Бенни Вольф, у неё стал большой вопрос. До этого времени, год назад, это произошло 24 апреля, вот буквально, какое сегодня число у нас? 28 апреля, год и 4 дня назад. Не было возможности вылететь в Израиль, чтобы его похоронить. До этого не было ни одного раввина, похороненного в Германии по понятным многим нам причинам. И она решила, после долгих переживаний и мыслей, и разговоров с детьми, они останутся там. Они не оставят полумиллионный город, пятитысячную общину, не оставят дело, в которое Равби-Бэрух Даяна и Мэт сложил все свои силы, все свои эмоции, энергии для открытия этой большой общины. И это стала первая женщина, которая без семьи, она с детьми продолжила империю, которую построил ее муж. И этот весь год, который мы с вами вот сейчас вот прошли, она собирала деньги, собрала огромную сумму. И с Божьей помощью несколько дней назад, если я не ошибаюсь, около четырех дней назад в городе Ганагар, в Германии, она открыла огромный Бейт-Хаббат под названием Бейт-Беньямин в честь своего мужа. Потому что из любой неприятной ситуации, а здесь я говорю про страх, потери, но даже из мелочи, мы можем выбрать, что нам делать, какой дорогой пойти. Разбиться или взять осколки и сделать с ними что-то новое. Конечно, легко изучать, как делали другие люди, и нам кажется, что у них есть столько сил, столько энергии, что, конечно, им это все было подвластно, но, как говорят, не дай Бог, чтобы Всевышний нам показал, сколько на самом деле в нас есть сил и какой огромный потенциал в нас заложен. Дай Бог, чтобы Всевышний никого из нас не поставил в такие испытания, где мы могли раскрыть по-настоящему, сколько сил в нас кроется. Как рабе Акива смотрел на свою жизнь, как он смотрел на сложившуюся историю. Ведь он не был глупцом, он не был человеком, который вот из этих вот, которые, знаете, долбятся головой об стену, все к лучшему, все к лучшему. Ашем послал болезнь, я не пойду к врачам, все, что Ашем делает, все к лучшему. Должно быть какое-то объяснение, какая-то логика событий, логика того, что происходит, чтобы иметь силы встать, подняться и пойти искать новых учеников. чему он хочет нас научить. Мне всегда эта история очень задевала, потому что я не видела в ней себя. Пока с Божьей помощью не дошла до этого года, я вместе с вами хочу выучить, что же, да, мы можем взять для себя. Давайте так, немножко вернемся к празднику, если мы с вами говорим про Лагбаомер. Это праздник, что бы вы ни учили, какие бы дополнительные причины у него не были, это праздник оптимизма Раби Акива, это праздник урока, который мы берем от Раби Акива. И вообще это самый молодой праздник в нашей еврейской традиции. У нас есть праздники истории, Песах, Шивот и Сукот. У нас есть праздники по мудрецам, которые появились вследствие каких-то исторических событий. Пурим, Ханука. И у нас есть самый молодой праздник, который не похож на все остальные. Это Лагбаомер. Его приняли все слои населения. Вообще, вы же знаете, евреям договориться невозможно. У нас в стране за два года пятые выборы. На два еврея три синагоги. Это первый раз, когда все еврейские направления, хасиды, литаим, сионисты, кого бы вы ни взяли, взяли для себя праздник Лагбаомер и празднуют его по каким-то своим традициям. Кто-то едет на Мирон, кто-то просто палит костры, а кто-то, у кого в корону нет возможности, просто учит про этот праздник дополнительные смыслы. Если мы копнем немножко, немножко глубже, мы зададимся с вами вопросом. У нас есть с вами Песах, который длится семь дней. И у нас есть с вами Сукот, который длится семь плюс один. Когда семь дней Сукота заканчивается, Всевышний добавил нам по большой любви своей еще один день, который называется Шмине Ацерет. Я когда-то давала вам урок на эту тему. Это когда, если вы были на хасидских свадьбах, все очень пафосно и красиво в начале, и все очень по-семейному в конце. Если вы были на дне рождения близкой подруги, друга, всегда это начинается очень красиво, официально, есть какая-то программа и тост, и все остальное, когда проходит время и заканчивается уже праздник и остаются самые близкие, тогда начинается самая теплая душевная атмосфера. Так вот, Всевышний в восьмой день праздника Сукот говорит, ребят, мы провели Сукот, мы давали жертвы за все 70 народов, приносили 70 жертв, мы провели этот праздник помпезно, сейчас восьмой день, пожалуйста, останьтесь со мной наедине, давайте кайфанем в интимной домашней семейной обстановке. И это замечательный день, он не похож на Сукот, это не его продолжение, потому что мы уже не сидим в Суке, но из-за того, что Сукот Всевышний нам дал такой подарок, мы тут же руки в боке, и что мы спрашиваем? Стопе, Всевышний, это, конечно, хорошо, в Сукот мы с тобой посидим еще по-семейному, а чего в Песах ты нам этого не предложил? В Сукот же мы не идем на какие-то большие языки, мы сидим в Суке, мы кушаем обычную еду, Песах это тот праздник, когда мы должны выдохнуть, чистая кухня, завернутая в фольгу, какие-то новые кастрюли, новые рецепты, отсутствие муки, отсутствие вообще всего. В Песах было бы хорошо сказать, давайте вот после всего этого посидим с вами за кусочком пиццы и немножечко расслабимся. Все, конечно, спрашивают, а что нету в Песах такого восьмого дня, когда мы расслабляемся. И говорят, потому что Песах не заканчивается последним седьмым днем. Он продолжается все эти дни с Ферата Омера, 49 дней, которые мы сейчас с вами проживаем, и последний день Песаха это, в принципе, праздник Шавуот. Потому что что празднуем в Песах? Что мы вышли из Египта? Но это не такой большой праздник, потому что посмотреть на кучку недостойного похожего на идолу поклонников народа, вышедших из Египта, которые целыми днями причитали, как им было хорошо в рабстве, какие огурцы и дыни там были, куда-то Мушер-Абейну нас привел. Это не праздник, это не причина для праздника, это причина опустить глаза и сказать, о боже, это знаете, как вы знакомите свою маму с невестой и она обязательно достает альбом с детскими фотографиями и показывает вас Голопопова. Вот это тот момент, который лучше бы она этого не видела. То же самое Лявдиль. И в Песах, когда кажется, а что мы вспоминаем? Как мы ассимилировались в Египте? Нет, этим праздник не заканчивается. Так же, как невеста готовится после помолвки к свадьбе и она покупает новые вещи и готовится к хупе, так же и мы эти 40 дней готовимся к нашей свадьбе со Всевышнему и логическому завершению того, что мы вышли из Египта принятию Торы. И все эти 49 дней изо дня в день мы с вами покупаем, но только покупаем не новые диваны, скатерти и кровати, мы покупаем с вами хорошие качества. Если вы учили уже какие-то уроки новая икра по сферата омера, как каждый день мы говорим исправляем какое-то качество, стараемся по крайней мере, то нам становится понятно, что эти дни похожи на лестницу, когда мы движемся, движемся, движемся и доходим до какого-то эпофеоза, который происходит у нас в праздник Шавуот. То есть в принципе до всех исторических событий вот эти все дни, включая Лагбаомер, это были праздничные дни, воодушевленные, крутые, это когда мы в ожидании прекрасных вещей, в ожидании ребенка покупаем новые вот эти вот малюсенькие вещички, в ожидании свадьбы, думая про своего возлюбленного, мы покупаем полотенце, думая не о нем, а о себе. Кто плачет? Боже мой, что за смайлики, ребят, если вам что-то ладно. У каждого, слава богу, что урок вызывает у вас эмоции, какие-никакие эмоции есть, слава богу. Окей. Все меняется, все эти радостные возвышенные эмоции, когда мы проходим какое-то время, знакомимся с Раби Акивой, и именно в этот период в дни сферата Омер начинают умирать его ученики, и эти дни из радостных превращаются у нас в траурные дни. Сейчас мы не можем слушать музыку, мужчины не стригутся, мы не покупаем новые вещи, и это все очень давит на нас. Почему? Потому что мы вспоминаем тех учеников, которые умирали все эти дни. И теперь я опять возвращаюсь к тому, с чего мы с вами начали. После всего, что пережил Раби Акива, когда его империя разрушилась перед его глазами, что он празднует? Неужели он не должен хотя бы неделю посидеть, оплакивая кости своих учеников? Почему он бежит и так на наш взгляд добрый день всем присоединившимся? Не искренне говорит, так, ладно, все, меня это не интересует, я начинаю новую страницу своей жизни и ищу новых учеников. Может сложиться, не дай Бог, впечатление, что он не очень к ним относился, они для него были как чужие, но это неправда. Есть какая-то призма, через которую Раби Акива смотрел на этот мир, и я бы вас хотела с этой призмой познакомить и может быть даже и о себе говорю, иметь возможность иногда эту призму применять в своей жизни. Секунду. Представьте, что у одной мамы есть два ребенка, два близнеца. Один из них пессимист, второй оптимист. И вот пошли они к психологу, потому что не понимали, как один постоянно плачет, а один от каждой мелочи приходит в восторг. И когда психолог узнал, что скоро у мальчика в день рождения, он сказал, давайте вы пессимиста заведете в комнату полную подарков и дадите ему возможность проявить свои эмоции. Оптимиста вы заведете в комнату, где будут одни пустые коробки, дадите ему возможность тоже понять, что не все в жизни розовое. На следующей встрече они рассказывают, как прошло. Они завели своего пессимиста сына в комнату, где он все равно плакал, потому что все подарки были не то, он хотел не это, и не ту машину, и не ту модель, и не то лего. А когда они зашли к оптимисту в комнату, они увидели, что он радостно кидает все эти бумаги, обертки от подарков и говорит, ну не может быть, что среди всей этой кучи цветных бумажек внутри не будет какого-то большого подарка. И я думаю, что каждый из нас делится на два вот этих вот варианта, когда мы воспринимаем ситуацию пассивно и оптимистично. И подумайте, с какими людьми нам приятнее общаться. У меня есть знакомая, которая постоянно вводит меня в какую-то депрессию. Любая вещь, просто до неузнаваемости. Я там, можно сказать, в двери кто-то стучит, и она говорит, это, воры стучали. Или мне позвонила подруга, почему, у нее, наверное, что-то случилось с детьми. И такие люди, которые вводят вот в такое состояние постоянной депрессии, хочется от них отделиться, мы считаем их токсичными. Как не стать таким человеком? Как даже в такое сложное время видеть какой-то позитив, но и не перейти эту рамку, когда мы будем оааа, короны, какое замечательное время, вокруг умирают, ничего страшного, все к лучшему, это же тоже болезненное состояние. Как здраво смотреть на вещи и ситуации, которые происходят в нашей жизни. Вообще у любого ребенка и у нас, как у детей Всевышнего, есть две дороги воспринимать поведение взрослого, когда отец ругает своего сына. Первая дорога это сказать, он меня не любит, сколько можно, он мне столько замечаний делает. И вторая дорога, ого, сколько ему папа меня хочет научить, какой потенциал он во мне видит, и как он вкладывает в меня. Ведь мы не скажем чужому ребенку лишнее замечание. почему? Потому что нам на него все равно. Мы будем учить, обучать, нервничать, воспитывать, иногда повышать голос своих детей. Почему? Потому что нам не все равно, пусть он плохо учится, что у него нет друзей, я не знаю, что у него что-то не получается, мы будем вкладывать силы, и сыну иногда будет казаться, что мы ругаем, а на самом появление нашей любви и нашего взгляда на его потенциалы, возможности. Мы-то знаем, что он может, мы-то верим в него. Если бы мы молчали, это значит, что мы ай, да ладно, что с него возьмешь, шлымазал он и в Африке шлымазал, пусть делает, что хочет, будет дворником, главное, пусть, нет, нет, ничего плохого в дворнике, знаете, как девочка, главное, пусть хорошо выйдет замуж. Нет, мы то же самое делает Всевышний. Мы не знаем, зачем в мире существует зло, мы не знаем, зачем Всевышний нам его посылает, но мы знаем одно главное правило. Тот же Всевышний, который сотворил зло, он же сотворил добро. Тот же Всевышний, который сотворил свет, он сотворил тьму. Вкусный запах и невкусный запах, Вкусная еда, невкусная еда, интересная книга, неинтересная книга, это всё от одного производителя. Добрый вечер, день, вечер всем, кто присоединился. Это значит, что не существует отдельного самодостаточного зла в этом мире. Зло это всегда предшественник, толкатель добра. Я вам хочу рассказать одну ещё небольшую историю, я её когда-то давно-давно рассказывала, сейчас я пойму, кто со мной на всех лекциях уже очень давно. Я думаю, что Бог не творил зла. Правильно, просто нам иногда кажется, что это зло, но если мы имеем мудрость постфактум, по прошествии долгого времени обернуться назад и посмотреть на это зло, то каждый из нас поймёт, что это зло привело нас к добру, изменилось нас, сделало нас сильнее, привело к тому, что мы добились чего-то, чего бы мы не добились без этой потери. Я вам расскажу историю, когда один шалех, посланник Раби, он поехал по городам Америки собирать деньги на маленькую Ешиву в своём городе. И, к сожалению, поездка закончилась очень плохо, он почти не отбил деньги даже на свою поездку и дешёвые гостиницы, в которых он находился. И он в таком вот очень плохом расположении духа спросил, дайте мне адрес ещё какого-то одного человека, чтобы я к нему пошёл и попытал своё счастье. И ему дали, сказали, что этот человек когда-то был религиозным, а сейчас непонятно, что с ним, иди, может быть, он тебе поможет. И он назначает встречу, он входит в дом к этому человеку, и у него слепят глаза от великолепия и роскоши, которые он видит. Золотые какие-то огородки, люстры огромные. В общем, я даже не могу описать словами, потому что я не знаю, что там должно быть, но в принципе это что-то было шикарнейшее, отчего открываешь рот и думаешь, сколько это всё могло стоить, и сколько ешив можно было задержать за такой домища. Но что, на чём останавливается его взгляд, что в центре стоит стол с огромной дорогущей серебряной ханукией, а рядом в такой вот форме, тарелке, лежат стёкла. Как будто это какая-то разбитая бутылка или что-то такое старое, вот эти вот стёкла совершенно выбиваются из общего вида, лежат, как будто бы призывая о чём-то задуматься. И, конечно, он не смог сдержаться, и когда этот человек спустился с ним на беседу, он спросил, зачем бы я сюда не пришёл, с каким бы ответом я отсюда не ушёл, с какой бы суммой я не вышел, мне очень интересно узнать, почему во всей этой роскоши есть вот этот уголок непонятного стекла. И он рассказал свою историю. Он сказал, что он же рос в хасидской многодетной семье, они все с детства изучали Тору. И вот после Хейдера он пошёл в Ешиву сначала для маленьких, потом для взрослых. И в какой-то момент их дедушка, который содержал всю их семью, у него был огромный бизнес, он позволял всем учить Тору, не задумываясь от пропитания. Он начал стареть, у него уже начали отказывать ноги. И он сказал, я хочу взять одного из внуков, чтобы он продолжал мой бизнес. И он оглядел многочисленное количество, слава Богу, своих внуков, посмотрел на меня и сказал, я вижу в тебе себя. Я был таким же, и я верю, что ты преуспеешь. И он начал уговаривать родителей этого Моти, чтобы они отпустили его из Ешива немножко выучиться бизнесу на момент, когда дедушка дистанет, чтобы он мог принять это дело в свои руки. Нечего было делать, последнее желание пожилого отца. Они убрали мальчика из Ешива, отправили его к дедушке, где он на самом деле за два года уже стал генеральным директором этой фирмы. Дедушка очень быстро отошел от дела, у него не хватало сил и энергии, и скоро его не стало. И вот этот парень, взвалив на себя весь объем новой для него информации и миссии, он стал за собой замечать, что где-то он уже не помолился, не успел минху, где-то он уже должен одеть какую-то более модную одежду, чтобы проявить, не проявить как-то впечатление новых сотрудников. И он стал потихонечку отходить от иудаизма. Когда он решил заводить семью, он себе искал тоже еврейскую, конечно, девочку, но такую, чтобы на таком уровне была. Вот чисто еврейских детей родила, и на этом заканчивается. И они стали просто еврейской семьей, которая со стороны и не скажет, что у них есть какие-то еврейские корни. И вот в один день он возвращался домой, он решил поехать не на машине, а на метро, потому что были большие пробки. И когда он вышел, был достаточно большой путь от метро до его дома. Он шел и услышал детский плач. Он обернулся и увидел свору детей, которые стоят кругом, а внутри плачет какой-то ребенок. Он подошел и спросил, «Малыш, что случилось?» Увидел, что этот ребенок с кипой, он стоит, наклонившись головой вниз, и смотрит на осколки какого-то стекла. Что это? Что папа скажет? Что папа скажет? Я не знаю, как папа отреагирует на все, что произошло. Так что произошло? Мне дали 100 лир, которые долго собирались в нашей семье, для того, чтобы я купил масло на Хануку. И я решил по дороге с друзьями поиграть в футбол. У меня пакет упал, и масло разбилось. Что скажет папа? Что скажет папа? На шмоте, недолго думая, достает из кармана 100 лир, дает этому мальчику и говорит, «Иди купи новое, не переживай». Продолжает свой путь, доходит до дома, и эти слова не отпускают его. Что скажет папа? И неважно, о каком папе он думал, о своем, который вложил столько сил и энергии в хасидское воспитание своих детей, или про папу, который на небе, который дал нам столько потенциала и возможностей ему особенно родиться в семье, которая уже воспитала его в этом религиозном, богобоязненном русле. Что скажет папа, когда я приду к нему после 120 и скажу, что я променял всю духовность и весь смысл жизни, и всю глубину этого мира за деньги, за вещи, которые меня уже не радуют, ну сколько можно, ведь никогда этим нельзя насытиться, всегда будет мало. Купили квартиру, захочется дом, потом захочется с садом, потом захочется необычную одежду с рынка, уже с магазина, а потом брендовые какие-то магазины пойдут, потому что нельзя остановиться и сказать, вот столько денег мне достаточно. Кто богат? Тот, кто доволен своей долей, а не тот, у которого есть миллион в кармане. И вот эти вот слова, они настолько породили в его душе, возродили вот то вот зерно, которое с детства он впитал, что он просто встал, пошел в магазин, купил ханукию, купил масло, и по дороге он пошел и собрал осколки вот этой вот бутылки, разбитой мальчиком. И с того дня, он говорит, наша жизнь изменилась. Когда мы зажгли первую свечу хануки, во мне вспыхнули воспоминания всех детских лет, которые мы проводили в семейном кругу. У моей жены тоже было еврейское детство, когда запах пончиков, вот эти вот свивоны, душевная атмосфера семейная, это то, что наши дети никогда не видели и не узнают, если мы сейчас не опомнимся и не начнем менять свою жизнь и видят что-то большее, чем карьера, деньги, успех и мнение, и лайки окружающих. И вот эти вот осколки, бутылки каждый день, когда он заходит домой, когда он выходит из дома, напоминают ему, что может сделать разбитое сердце. Мы можем оставить это в мусоре и сказать, мы больше ни на что не способны, или мы можем взять это, положить в тарелочку и сделать из этого двигатель на будущее и понимать, что Всевышний не делает испытания, а просто, чтобы сделать нам вольно. Всевышний не садист, а этот мир не джунгли, здесь все действует по законам. И если что-то в этом мире с нами произошло, значит, это было запланировано для какой-то миссии. И поверьте, если мы, как я уже сказала, будем иметь мудрость обернуться назад, мы обязательно поймем, какая связь с теми испытаниями, с нашей жизнью проявляется. Но немножечко с вами продолжим. Если мы с вами говорим, что Раби Акива нас этому обучает, смотреть на мир через призму все от Всевышнего, а значит все к добру, я вам хочу рассказать три истории, небольшие. Уверена, что вы их уже знаете, но было бы классно, если бы вы их передали дальше, если бы, я не знаю, детям передали. Потому что истории про Раби Акива, они вселяют прям чувство, что реально все к лучшему. Хотя, не, наверное, не, такие истории детям нельзя. В общем, это 16+, но я буду рада вам сейчас эти истории рассказать. три истории жизни Раби Акива, чтобы показать, что это правильно не просто словами, а кредом его жизни. Первая история, она произошла в самом начале его карьеры. Мы сказали, что он был 40-летним мужчиной, когда только пошел познавать мудрость Торы. И вот он идет в Ешиву, уже будучи там, я не знаю, год, два, три, он уже не совсем новичок, и он видит, по дороге между городами лежит труп. И было видно, что это труп еврея, был цинцид, еврейская одежда. И он вспоминать начал, что он учил в Талмуде, что есть такой труп митсва, это называется, когда на человеке, который нашел этот труп, есть заповедь похоронить его по обычаям еврейским. И он берет на себя, насколько ему не было, это все сложно, неприятно, он берет на себя вот этот вот труп еврея, несет несколько километров до города, в котором есть еврейское кладбище, и организует все там, для того, чтобы его похоронили по еврейским обычаям. Когда он наконец-то приходит в Ешиву и с воодушевлением рассказывает своим раввинам как он поступил и на какую заповедь Всевышний его сейчас толкнул и как он не растерялся, они фыркают, смотрят на него и говорят, ты хоть понимаешь, что ты сейчас сделал? Каждый твой шаг был грехом. Ты не то, что не сделал заповедь, ты приступил весь изначально всю эту митсву. Почему? Потому что когда не мы, когда встречаются евреи, умершие на дороге, закон похоронить его тут же, в том же месте. Потому что километры таскать труп на своем плече это неуважение к нему. И закон этого не требует. И каждый раз, каждый шаг он принимается как неуважение к мертвому человеку и не думая, что ты сделал что-то такое великое. Он это все услышал, принял, и когда он уже стал великим, на одном фарбрэнгене, когда сидели его ученики, они делали ныхаем, говорили какие-то слова Тора, и между собой ученики начали говорить, а вы помните, каким был рабе Акива еще 10 лет назад? Он не знал элементарных законов, как хоронить еврея, которого нашли на дороге и нес его на плече до ближайшего кладбища. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Более хазидские парни, которые это услышали, начали цыкать, шшш, вы что, это неуважение к Рэбе, кто вспоминает прошлые грехи, нельзя этого делать. И рабе Акива, услышав это, сказал, как цы, как вы думаете, что меня это может обидеть? Это было начало моего подъема, начало моей карьерной лестницы, это был прыжок в высоту. И именно благодаря этому случаю я понял, насколько велика Тора, насколько глубока, насколько я, сколько бы я ни учил, я не постигну ее глубины. И это было отходной точкой, с которой я сказала, я всю свою жизнь посвящу изучению Тора, потому что нету и конца и края. Настолько даже вот в таком вот, казалось бы, неприятной ситуации, когда тебя унижают и говорят за твоей спиной, человек выдает крутой результат. Вторая история, она вообще была самая последняя, это последние дни жизни рабе Акива, но я ее расскажу сейчас, чтобы третья история немножко сгладила весь в Йом-Кипуре. Если вы знаете, есть такая молитва Орзаролит Лецадик, которую мы говорим в Йом-Кипур, очень такая глубокая молитва. Последние буквы каждого слова составляют с собой аббревиатуру Раби Акива. И на следующее утро тоже мы вспоминаем Раби Акива. Это такое очень трогательное, сложное событие, потому что Раби Акива умер не просто так, ему было 120 лет, ворвались римляне, захватили Иерусалима и сдали, они знали, что если останутся евреи, которые будут учить Тору, они не смогут победить и завоевать этот город. И они все свои силы кинули на борьбу против Торы. Они убили всех коинов, они убили равинов, они запретили изучать Тору. Раби Акива остался единственным, кто прилюд на это все делал. И когда его схватили и назначили день его казни, спросили, почему ты не мог делать это скрыто, чтобы никто не видел. И он рассказал историю про лису и рыбу, когда лиса хотела уговорить, не хотела пачкаться, заходить в воду, становиться мокрой, чтобы споймать себе добычу. И она начала кормить рыбу сказками, что рыбе намного круче будет находиться на берегу и греться на солнышке. Раби Акива сказал, я знаю, в чем смысл жизни еврея. Тора это вода. И как бы меня не уговаривали греться на солнышке, скрывать что-то, избегать того, что я еврей, не говорить это прилюдно, без этого моя душа просто умрет, как рыба без воды. И когда ученики собрались в надежде, что произойдет чудо, Раби Акива привязали в Йом-Кипур. И секунду до того, как в него пустили 300 железных стрел во все тело, Раби Акива положил руку на лицо и громко начал говорить, шма-Исраэль, слушай, Израэль, Бог всемогущий, Бог один. И его ученики были в гневе, в непонимании, как такое может быть, что вот в этот вот момент самого Хилюль-Ашем, это огрязнение имени Всевышнего, это когда римляне стоят и смеются, Всевышний вас не защищает, Всевышний позволил всему этому случиться, может вообще вашего Бога нет, может вообще вы не избраны. Раби Акива поднимает руку и говорит, Ашем один? Спасибо большое. И мне говорит, такого не может быть. И тогда Раби Акива сказал, вы серьезно? Это Хилюль-Ашем, да это самый возвышенный момент в моей жизни. Я молился, чтобы моя жизнь не закончилась просто на кровати, а чтобы я мог умереть за имя Всевышнего, за Тору, который я соблюдаю, с молитвой на устах, чтобы я был примером самопожертвования во имя Всевышнего и Тора. И они мне дают такую возможность, это самый высокий момент всей моей жизни. И последняя история, которая произошла посреди жизни Раби Акива, но ей уделяется больше всего места в Талмуде, ее больше всего нам объясняют и комментируют, я уверена, что вы это все знаете, уже немножко напомню. Кто не слышал, в прошлом году урок я посвятила именно этой теме. Вернитесь, если у вас будет время, еще, может быть, завтра, послушайте прошлогодний урок, он тоже был очень теплый, на другую тему. Так вот, приходят Раби, после того, как римляне вошли в Иерусалим, они разрушили храм, и это было совершенно другое разрушение, потому что все до этого, кто заходил в Иерусалим, их цель была просто не оставить камня на камне, показать нам, что они сильнее нашего Бога, что они могут разрушить наш храм, что они могут завоевать Иерусалим. Римляне пошли дальше, они сказали, мы не только оставим вам развалины, мы сотрем весь Иерусалим, как будто его не было, и построим на этом месте новый город, новую империю под названием Элия Капитолина, так, чтобы все будущие поколения сомневались, на самом деле был ли тут Иерусалим. И когда заходят наши мудрецы во главе с раби Акивой, поднимаются в Иерусалим и видят все эти развалины, они подходят к храму и видят, что не осталось там ни камня, на камне, они подходят ближе к святая святых и видят, что оттуда выбегает лиса. Все мудрецы порвали в тот же миг на себе одежды и начали неистово плакать, а раби Акива смеяться. Все подумали, что это у него такая истерический смех, знаете, который бывает, когда человек не знает, как реагировать на боли и ужасные новости, но он продолжал смеяться и хлопать в ладоши. И тогда у него спросили, Акива, с ума ли ты сошел, или есть смысл твоему поведению? Он говорит, я сейчас объясню, почему я смеюсь, а вы объясните, почему вы плачете? И они говорят, ну как? Место, мы с вами говорили на прошлом уроке про запахи, помните, когда заходил Коин Агадоль в Йом Кипур святая святых, он приносил там благовония, молился за Эрцисроэль, знаете ли вы, что к ноге этого Коина была привязана нитка? Что если этот Коин в своих намерениях нечист, или он недостоин приносить, представлять еврейский народ на Евро... шучу, на Йом Кипур, то он умирал, и никто не мог туда зайти внутрь, только Коин Агадоль и его высовывали за ниточку из этого Кодыша Кудашин, туда не мог зайти никто, и сейчас здесь бегает леса, поэтому мы плачем, неужели это так сложно понять? Раби Акива говорит, я не вижу в этом никакого повода для слез. Если сбылось то, что сказал пророк Исайя, что будет вспахан Иерусалим, то, конечно же, и второе пророчество будет исполнено, что будут сидеть до конца времен пожилые люди и дети у ворот Иерусалима и продолжение будет у еврейского народа. И задаются два вопроса. Во-первых, при чем здесь вспаханный Иерусалим? Он вспомнил, что Исайя, пророк, говорил, что вот когда увидишь вспаханный Иерусалим, тогда знаешь, что скоро придет исцеление, искупление, радостные дни. Ведь там они не плакали из-за того, что Иерусалим был вспахан, они плакали из-за лисы. Хм. В этом вспахивание хареша на еврейте есть огромный смысл. Когда мы с вами возьмем наших детей на экскурсию, на поле, перед посадкой картошки, я не знаю, зелени, цветов, мы увидим, как стоят люди, и вот такой вот железной острой копачкой вскапывают землю, чем глубже, тем лучше. И на первый взгляд мы можем испугаться, и наши дети зададут актуальный вопрос, зачем они так бьют землю, зачем они делают ей больно, вскапывают прямо под корень. И мы должны объяснить, потому что без этого процесса не зайдут зерна внутрь, не прорастет как надо, зерно с первым ветром, с первым дождем смоет из земли и ничего не прорастет. Это хореша прокачка, не прокачка, как-то вскапывание земли, и есть секрет, насколько мы сильные, насколько Всевышний хочет вглубь нас заглянуть и показать, что кроется внутри. Второй вопрос, который задают. Окей, то, что завтра будет хорошо, это офигенно, но то, что сегодня плохо, никто не отменял. Если я вам скажу, завтра закончится корона, вы скажете, тогда завтра мы начнем приходить в себя. у нас как только отменили все локдауны и открыли все магазины, все возможности, я вдруг поняла, что это вообще как бы не в тему, но это вот лично моя, что целый год я не покупала себе ни одной вещи. Почему? Потому что а куда их носить? Дома сидишь, домашней одежды достаточно, выходить некуда, ничего не покупаешь, и вдруг мой дом оброс какими-то цветочками, скатертьями, начался уют дома, а про внешний вид, как бы никакие платья и не хотелось. Как только закончилась корона, еще неделю мы все сидели, магазины были пустые, потому что а что покупать? А вдруг через неделю опять новый локдаун. Почему? Потому что вот это вот ощущение, что горе было, оно было где-то близко, и не факт, что оно закончилось, оно не дает нам возможности расслабиться в ту же секунду. И раби Акива говорит, нет, я смеюсь сегодня, даже стоя на останках Кодыша Кудашима, всего Иерусалима, потому что я понимаю, что это хариша, это первая, первый шаг к нашей жизни. Это первый шаг к нашему восстановлению. Перед тем, как что-то посадить, перед тем, как мы увидим дерево, мы же радуемся, когда мы вскопали поле и посадили туда этот цветочек. То, что из него что-то выросло, это уже как следствие, в принципе, мы понимаем, если мы правильно ухаживаем, то оно вырастет. То же самое с нашей душой, с нашей жизнью. Мы не можем делить нашу жизнь когда нам хорошо, это значит Всевышний меня любит, спасибо тебе, папочка, пусть так и будет, а когда нам плохо, вдруг говорит, за что Всевышний мне это дал, он меня оставил. Нет такого Всевышний дал, Всевышний оставил. Все является частью одного большого пазла, и даже вскапывание земли, которое в нашей жизни воспринимается как большие испытания, является первым шагом воспитания Всевышнего нас, для того, чтобы мы поняли, какой потенциал есть, и ни в коем случае не сломались, а только росли и прорастали из этого. Ну, в принципе, можно на этом и заканчивать. Мы видим, что многие империи хотели завоевать Иерусалим, хотели не оставить и воспоминания про нашу землю, не давали нам возможности создать здесь свое государство. Но именно в лесе раби Акива видят чудо. Оттуда не вышли люди, оттуда вышла леса. Что это значит, что никакой человек не сможет сделать нам боль? Как бы эти империи не хотели показать нам, что Всевышний не с нами, где они? Мы даже их названия не знаем, географическое положение не знаем, хотя когда-то нам казалось, что эта империя будет навсегда и никогда не придет конец ей, а мы остались. Никто не пережил столько погромов, как мы, никто не пережил столько такое унижения только за то, что мы евреи. Но это процесс, который только делает нас сильнее. Если мы научимся смотреть как раби Акива на нашу жизнь через призму все от Всевышнего и все для нас и для нашего роста, мы сможем не падать при каждом столкновении с неудачей. Я вижу, что там начался уже второй эфир, не хочу мешать лектору, я желаю вам счастливого, кайфового, духовного лакбаумера, у вас в сердце. Спасибо, что были со мной. Спасибо за комментарии. Обязательно с Божьей помощью почитаю, отвечу, отлайкаю. Ну, с вас тоже, конечно, лайки, репосты, чтобы кто-то мог еще зажечься от этого урока. Спасибо большое. Пока.